Я ничего с собой не возьму, и потому мне ничего не нужна. Так, внимание, друзья, мы с вами вместе, но с нами незримо присутствует человек, который я назвал гением, и я докажу, что он гений. Это не только процветающий сад с уникальными сортами. Вот, это ее открытие, особое, не имеющее аналогов. Вот это Елисей Слатенков, Челябинска, царство ему небесное. Мой моральный долг вернуть стране информацию. Вот, он полузабыт, он забыт, и, к сожалению, это направление тоже не поддерживается наукой. Я решил начать сначала. Вот, я буду вас знакомить постепенно, это будет, наверное, серия фильмов, если мне хватит самого здоровья. Преимущество низких прививок. Это была наша общая тема. Это важнейшая тема низких прививок. А это, в двоеточие, я вас интригую. Самое главное, это то, что за этим будущее, целого направления, которое перекроет дорогу и отменит то, что мы называем, то, что мы называем перекрестное опыление, кастрация. Как вам это звучит? Поехали. Статья Латенкова. Я цитирую, а где-то буду вставлять свои. Я буду третьим. Вот. Где-то четвертым. Берешь в компанию, веришься, измерешь? Предисловие. Уважаемый главный редактор Василий Лакентьевич, мне надо проверить, идет ли запись. Вроде бы идет. Вот. Высылаю вам еще одно письмо от нашего родского друга. Еще одно. Вот. Я хотел когда-то все выложил. Все. Самобытного садовода Юрия Алексеевича Латенкова. Юрия Алексеевича там, на Урале, как и мне здесь, в центре Сибири, приходится нелегко. По своим результатам он давно обогнал тамошних авторитетов. Но пока ничего не заработал, кроме общего на двоих со мной прозвища Шаман. Вот. Сейчас, чтобы полная была ясность. Нет, отказываться пока не буду. Доказываю, что он действительно обогнал на сто лет ближайшее научное учреждение. Доказательств было много еще будут. Поехали дальше. Кроме письма, прошу опубликовать хотя бы несколько фотографий из уникальной коллекции уральского шамана, которую я прикрепляю. Глядишь, шаманов и прибавится, а значит, и садов тоже. С уважением, В. Железов. Валерий, добрый день. Весь день не спеша изучал начало книги. Классно. Читателям понравится, думаю, очень. Можно стать настольной книгой каждого садовода. Вот. Прочти, что ниже написал. Может, мысли какие сгодятся. Внимание, поехали. Я потом покажу, кто ворует цитаты из классиков, а кто вперед из своей головы. Вот. Читаем внимательно. На скелетно-образовательных сосудистая система с годами приходит негодное состояние. От солнечных ожогов, морозобоин, грибных заболеваний, как у человека, холестеринной обряжки, так и у деревьев. Происходит закупорка сосуда. Нарушается проводимый сосудом, что, естественно, в зимний период ведет к сушению, а также приводит к нежкому снижению мороза и зиму стойкости. Поехали дальше. В чем же коренное отличие выращивания плодов и кустовидным способом? Причину вижу высокой проводимости сосудов в нижней скелетных ветках, живущих под снегом. А также просматривается сильнейшее влияние подвоя на прямой и в скелетные ветки, выходящие из зоны слияния, это прямой в 100-мм зоне будет иметь повышенную морозостойкость, корректированную подвоем, чистейший вегетативный гибрид, наверняка будет просматриваться явление гетерозиса и селекционного клонирования. То есть все свойства прямая, находящиеся в латентном спящем виде, приходит в возбужденное состояние, появляется новый агент признаки, точнее восстанавливается на забытое старое свойство сорта. Прививку на сельце, полагаю, надо делать на высоте 5-7 сантиметров. Так, вставка от железа, как говорится, я тут третий, надеюсь, не лишний. Да, снег, но удалось сделать больше, работали мы на пару, делились впечатлениями, оба пришли к выводу, чем ниже к основанию ветки, раз, чем ниже к основанию целиком все это сажаются, то есть у земли, тем ценнее и качественнее получаются прививки. Так, и у меня снега совсем мало, и уже годы, когда не было снега, или он был по щиколотку, удавалось, даже когда прививка сама, это называется хирургический шов, это самое опасное место в привитом дереве, хирургический шов. Вот, когда она целую зиму была не укрыта, снегом тем не менее, очередной шаг, очередное поколение перестало замерзать. Вот, это стало правдой. Ну, а сейчас, если заглянуть, мой сад, я частенько показываю фотогалерею, вроде удобно показывать, это то, чего нет, не может быть никогда, и больше никогда и нету. Вот, поэтому внимательно слушайте, что говорит гений. Прививку, полагаю, делать на высоте 5-7 сантиметров поверхности земли. Удобно прививать зимой, нет зоны слияния под снегом, место срастания не касается земли, нет развития в зоне прививки грибных заболеваний. Метод производная ВГ, то есть ВГ ведь этим гиблиот. Иван Митчурин на 1000 хокутов доказал, что подставка метра, метра можно изменить много свойства сорта и скорректировать его в этом направлении. Внимание, прямой метр через зону слияния воспитывает сенис, сенис, то есть фактически деколя, часто деколя. В конечном итоге всё закрепляется на гидном уровне. До зоны слияния мы имеем подвой сенис, в зоне слияния прямой метр, после зоны слияния вегинативный гибрид со свойствами как у подвой, так и прямой, и устоявшимися двумя-три языками. Даже сегодня долго это не признаётся. Доказано не нами, смертными, а мечуя на великим гением, с анонным практиком, теоретиком. С уважением Ю. Латинков, Челябинск. Вот. Теперь так. Значит, естественно, что я не раз подчёркнул, что Латинков – водовещий садовод, вот, а садовод, которого нельзя называть даже близко водовещимся, даже просто садоводом, учитывая её звериное отношение к деревьям, которых на планете нет ни одного правильного, их все надо искалечить, так вот, он ответил такой даме следующее. Вот. Он написал так. Каких таких? Это была её очередная ругань. Подробнее можно? Ольга, вот неполный список сторонников, подвижников садоводом Железа ВК. Бродский, Царство Небесное, Латинков, Царство Небесное, Бродский, Царство Небесное, вот, Боднар, Царство Небесное, вот, Нога, Царство Небесное, Татьяна, Бородич, Царство Небесное, Чернобаев, слава Богу, живой. Вот. И вот эта дама ответила так, Юрия. Увы, имена известны только в узких кругах. Даже не обо всех Википедии написано. Да ни о ком не написано Википедии. Бодр, великий садовод второй день. Второй день. Когда он пересмерти ненадолго. Что он мне говорил? Валерий Константинович. Мы с сыном посмотрели весь интернет. Нет у меня. Понимаете, есть самый выдающийся сад в Сибири и в России. Черешневая. Редкость необычайная. Нет у меня в интернете. Правильно говорится, но гордиться этим. Вот. Вместо того, чтобы сказать да мы сейчас всем миром пошел все. Ой, простите. Вольфа я пойду на минутку на кухню. Я, короче, я последние годы слезы не выстал. сколько истинства, сколько иродии. человека, который считает, что ни одного дерева на планете нет. Вот. Эх, я про него сейчас такого бы договорил. Теперь так. Не обо всех википи... Вы помните, о чем говорил? Потом... Да. Это первый фильм. Во втором фильме вы увидите величайшие мысли доступны должны быть, по идее, только академикам, но я боюсь, академикам недоступны. Вы увидите его письмо, вы ахнете. Вот же предтеча. Он опередил самого человека, которого скоро назовут великим, Максима Никитина. Ну, наберите Максим Никитин, ученый, и вы поймете, кого он опередил? Вот предтеча. Он на том свете, Латинков. Мы имеем право называть его предтечей. Но это будет вторая серия. А пока внимание, в каком мире мы живем? Имена известны в русских кругах. Все вот эти великие имена Боднар, Нага, Бородич, Чернобаев, все великие. Ну, Чернобаев живой, мы про живых не любим говорить, что они великие. А про Бродский, Латинков, Боднар, Нага, Бородич, они великие. Я про всех рассказывал и книги делал. Ну, откуда, Ольга, знать-то, ты в том мире живешь, в котором неизвестно ничего вообще. Что в стране делается? В стране совершены величайшие открытия, в том числе и Латинков. А тут сколько презрения. Что она дальше сотворила? Вегетативная организация Железова? Теперь вегетативная организация. Не надо вот это самое страшное. Не надо писать, что я придумала. Любой может прочитать. То есть, она заранее поверила людям столетней давности, настолько недалеким, которые похоронили и Мичурина, и Лысенко, и самые страшные идеи похоронили. Застряли на 70 лет. Вы же видели, что писал выше Латинков. И вот, что она написала. Это меня касается напрямую. Коротко цитирую, она пишет. Вегетативная гибридизация популяризировала Лусенко в целях опорожения классических генназий промо-славных следствий. Была подхвачена последствиями дежавю. Фамилия только изменилась. Да, изменились. В результате исследований ложность теории вегетативной гибридизации была опровергнута в 30-х, 50-х годах. Наличь вегетативной гибридизации не подтвердилась. Вегетативная гибридизация лжебнаука. Страшный приговор. Но это было отменено буквально год-два назад, и учёные и этого не поняли. Сейчас давайте печатать опять книги Луи Лисенко, давайте последний раз в 50-х годах печатали Мичурина. Мне прислали несколько книг, вон они лежат. На помойке человек нашёл. А написано, что это имущество библиотеки. На помойке. Вы понимаете? Вот. И вдруг выясняется, всё это надо возвращать. Спасибо Никитину, только что Лутинков раньше всё это, ну, там вторая ещё фамилия, она мог уже, но я уже боюсь о себе пальцем показывать. Так вот, она настолько простая, эта девочка, до сих пор она написала, вот это всё попало куда, скопировала, в Яндексе посмотрела, и с Яндекса скопировала, она настолько, это дело, девушка, женщина, не девушка, но женщина, настолько примитивна, я уже другого слова подобрать не могу. Это взять, написать, подчеркнуть, что это не я, что с меня взять-то, я сама ничего не знаю, не понимаю в этом, не я придумала, и она рощерком пера, вот это вот, взяла, а кто она такая, она кончила Тимиряйзику, значит, это вся Тимиряйзик так считает, она же гордится, что она выпустилась Тимиряйзик, да, извините, разволновался, вот что мы имеем, а теперь, чтоб вы знали, когда такие люди, я бы еще так, вот сейчас хотите, немножко детектива и закончим это, детектива, представим себе, что она, научный сотрудник, зам, зап, неважно, научный, старший научный, главный научный, и вот она хочет написать статью, а вопросы спорные, а есть она или нет, а передаются, 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 это называется весь ментор, это уже я наполняю свое, передается, значит, ментор, а закрепляется или нет, до сих пор никто не знает, почему, я это доказал, доказал 20 лет, но, понимаете, там, никто про это ничего не знает, там я туда пальцем показал, смотрите, итак, что случилось, она взяла, если бы это было при Сталине, это было, это надо прочитать и понять, кто она, ну, Литий Янус, в результате исследований ложность теории была опровергнута, просто, вот смотрите, убираем слово опровергнута, ложность теории в инженеративной гибридизации, точка, а здесь получается, что она доказывает, что не ложность теории, а ложность теории была опровергнута, ну да, вы догоняйте, друзья, она даже не понимает, что пишет, я говорю, если бы еще раз при Сталине, да, при Хрущеве, да, я бы сказал, да, она такая хитрая, она теперь скажет, ой, ошиблась, ой, лишнее слово, вот, смысл повернулся, наоборот, полностью повернулся, на 90%, на 100%, как там, на 100%, а здесь-то получается, что, четко написал, уже наука, здесь, конечно, она просто ошиблась, потому что она отдалека от этого, и для нее понять, что такое ложность теории, лишь опровергнута, или наоборот, наличие, вот, вот так вот бывает, ребята, а в 30-х годах, да, ее могли сказать, вот видите, я же, как бы, под полем нахожусь, я была вынуждена писать так, что хрен, кто лишний поймет, кому надо верить, тот поймет, беру строчек, ложность теории, была опровергнута, значит, да здравствует теория, ложность была опровергнута, ну, что, посмеялись, поиздевались, над такими специалистами, а сейчас будем заканчивать, вот эта девочка, женщина, угощаю я ее, я всегда таксодород угощаю, вот, они деньги привозят, что жалко для нее, вот эти, этого нет на планете, понимаете, вот, и вот дальше, 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 я еще, это визитная карточка, смотрите, кого, Латенкова, если ты, это, Ольга, когда-нибудь создашь вот это, я тебе буду аплодировать, я тебе скажу, ее, это, выпустил с этими резинки, сразу в академике, сделай вот это вот, это Латенков сделал, сделай, это его жена, Галина, его вторая половина, сделай вот это вот, вот это вот, вот это вот, сделай вот это вот, а? А дальше, смотри, как я делаю, потому что тут их доброй сотни, на кого-то, вот есть такие выражения, на кого-то, полшутливая, чтобы не было, это выглядело сильно, уж грустно, на кого-то батон крошишь, как бы еще сказать, помягче, а? что ты в этом понимаешь-то? Если вот это так же, как я показал свою фотографию, да, что это единственное дерево на планете, можно назвать вещественным гранатом, если больше нет такого дерева? Сейчас, секунду, это моя вторая волшебница, вот, и вот этого дерева, вот это, вот это, вот это, тоже нет на планете, ну, ну, надо же маленечко это соображать, ведь ты же не просто написал ему письмо, вторая серия будет личная переписка, вы ахнете, вы увидите мудреца, мыслителя, а его оппонентка, она так же взяла, дергала цитаты с интернета, как, зачем он у нее время тратил? Я вот понять не могу, она цитата, он ее, это, сад свой, она цитата, он ее ясно-довод говорит, и зачем говорить, что Лусенко проходил, и, 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 вот в таком мире мы живем, наши оппоненты все знают, вот, Латинкова нет в Википедии, Боднара нет в Википедии, Бородича нет в Википедии, Ногиня нет в Википедии, Бродского нет в Википедии, ну, чем вы хвастаетесь-то? По-моему, нет, ложь, ложь, почему я так себя веду? Потому что, геронию удерживают, уже человек на том свете, ну, извинитесь, хотя бы сейчас, скажите, ну, не понимала я вот этого, да я просто не видела, я просто не видела, я поверила своим этим учителям, тиберезовским этим академикам, я взяла, проверила, ну, а вот это вот, смотрите, еще раз закачиваю, вот это, это краеугольный камень, это, на этом основана виктативная геморизация, 100-миллиметровая зона, точка, так, все, первая серия закончена, я разволновался, вот, пытался, ну, так бы спокойно говорить, ну, вот, нахрена это самое, Ольга вот и полезла, она же для всего мира говорит, получается, что мы идиоты, наши плоды, это что, это, весь мир дергается интернета, и эти самые, самые красивые фотографии, включая мои, даже вот тут я показал, последнюю фотографию, это, Ларенкова, да, и она украдена, она здесь на десятка сайтов, все, заканчиваем, друзья, я разволновался, вот, пойду, это, что-нибудь, капель выпить, итак, начинаем, большую серию, про Ларенкова, он это заслужил, когда-то, внимание, его будут изучать, в университетах, когда-то, они вот эту самую ложность, где доказана, или доказана, запуталась, так, написала, что ложность была опровергнута, и черта, это наши оппоненты, за ними стоит сотни тысяч просмотров, ну, куда нам-то, с этим свиным порывом-то, рекомендарят, правильный порыв. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. .